Друзья, привет! Я Ира, это мой канал о книгах и чтении «Оставайтесь в креслах». И сегодня я хочу рассказать вам о некоторых прочитанных недавно книгах. Возможно, кто-то из вас захочет этот выпуск послушать как подкаст. Почему, я скажу в последующем дисклеймере. Ну а сейчас напомню, что этот ролик разделен на главу, вы можете по тайм-кодам перейти на ту часть, которая вам наиболее интересна. Вообще, весь материал для этого ролика я сняла достаточно давно. Сначала я сняла и отложила, потому что у меня были другие вещи для монтажа. Потом я пришла и увидела, что на видео у меня размазалась тушь. Я ужасно была раздосадована. Мне не хотелось переснимать, потому что стояла жара такая же, как во время съемок. И сейчас вот она продолжалась как-то. И я долго с собой торговалась, переснять мне или как-то порезать, или сделать вот такой дисклеймер и выпустить как есть. И время шло. В какой-то момент стало прохладно, но я поняла, что эти книги настолько далеко уже от меня отошли, они перекрылись другими впечатлениями. И мне так досадно на себя, что нужно снова что-то про них говорить, повторяться. И, скорее всего, уже как-то бездумно повторять то, что я когда-то говорила без души, без свежих впечатлений. Некоторых из этих книг у меня даже нет уже на руках. В общем, это одна из причин, по которым я пропала с канала, потому что я просто ввела этот внутренний торг. Был ведь также вариант вообще про эти книги не рассказывать на канале, а рассказать потом где-нибудь в лучших годах. А здесь несколько книг попадут в лучшие годы. Ну, опять же, какой-то внутренний, знаете, пунктуальный такой control freak во мне взыграл, который говорил, нет, все должно идти по порядку, все прочитано, как в каталоге, должно быть учтено. Ну, на самом деле, я опираюсь на это, когда я итоги кода подвожу или просто ищу впечатления о книгах, которые мне потом интересно освежить. Ну вот, вот так все сложилось. И в итоге я решила выпустить видео таким, какое оно есть. Если вас будет задевать, раздражать то, что у меня там размазано тушь, пожалуйста, примите и простите, слушайте, занимайтесь какими-то другими делами в этот момент. Я все-таки очень рада, если вы послушаете, поделитесь своими впечатлениями об этих книгах, если вы их читали. Это хорошая подборка прочитанного, поэтому выпускаю ее в жизнь такой, какая она есть, прям как Бриджит Джонс, понимаете? Друзья, привет! Я Ира, это мой канал о книгах и чтении. Сегодня развлеку вас впечатлениями от книг, которые я читала в последнее время. Вот такая сегодня у нас стопчика на обсуждение. Устраивайтесь поудобнее в ваших креслах и оставайтесь со мной до завершения этого видео. Начну с книги Рагима Джафарова «Сато». Получила ее в подарок от Ольги с канала «Ольга Ти энд Букс». Это издание выпущено еще с Кифией в 2020 году. Как я поняла, сейчас много переизданий, новых изданий Рагима Джафарова. Его популярность резко взлетела, узнаваемость повысилась. Ну вот это, судя по всему, одно из первых изданий. Эта история начинается с визита молодой семьи к детскому психологу. Родители пятилетнего Кости не знают, что делать, потому что их мальчик в какой-то момент стал утверждать, что он вовсе не Костя, а адмирал космических войск по имени Сато. Хладнокровный, безжалостный, сильный духом, безэмоциональный человек, которого вырастили в капсуле. И он родился сразу же 16-летним молодым мужчиной, воином, готовым к сражениям. Причем возглавляет он карательный корпус этих космических войск. То есть он, видимо, отличается особой жестокостью или жесткостью. И на протяжении большей части книги мы наблюдаем встречи Кости с психологом, где она пытается больше узнать о Косте, о Сато, вступить в какой-то контакт, потому что доверительные отношения – это вроде как основа терапии. Также мы наблюдаем за тем, как общаются родители Кости на разных этапах их жизни. Ну и помимо того, что мы наблюдаем за вот этими процессами, как их описывает Рагим Джафаров, довольно остроумно, довольно точно, подмечая некоторые детали взаимоотношения внутри, условно говоря, постсоветской семьи, где много пассивной агрессии, обесценивания, каких-то непроговоренных эмоций. Мы наблюдаем, как ребенок воспитывается в этой среде, и что может вызывать у него отторжение, что может вызывать у него такое личностное расслоение, диссоциацию, может быть. Мы наблюдаем за тем, как работает психолог. И здесь вот эти части, где описана работа психолога, сделаны очень хорошо. К этому мы, наверное, еще вернемся. Ну и самое главное, на протяжении всей книги нас интересует вопрос, что с Костей. Может быть, у него шизофрения, может быть, у него расщепление личности. А может быть, действительно в тело Кости попала душа этого Сато. И даже если это так, на это есть причины определенные. Как нам объясняет в самом начале Сато, он не может просто так случайно попасть в любое тело. Человек, который в этом теле обитает, должен впустить пришельца. То есть ему настолько должно быть плохо или как-то, у него должны быть свои причины, по которым он от своей жизни отказывается, отходит на задний план и вот эту замещающую личность приглашает на первый план. То есть в любом случае, был Сато адмиралом карательных войск космических или не был в реальности, даже не важно. Хотя до конца читателя, может быть, удерживает вот эта интрига, как решит Рагим Джафаров завершить этот роман. Решит ли он выбрать все-таки вот такую фэнтезийную историю, или он решит метафоричную, может быть, или он решит каким-то буквальным способом это объяснить. Но это, по сути, не важно, не принципиально, как мне кажется. Более того, я смотрела интервью Рагима Джафарова с Дмитрием Быковым, где они оба сходятся на том, что вот этот финал мог быть другим, о том, что это какой-то определенный, очень конкретный, частный выбор. Писатели так закончить или эдак. Я поняла в этот момент, что это непринципиально. Если читатель в целом следит за мыслью автора по ходу дела, то это может оказаться тоже непринципиальным и для читателя. Книга достаточно легко читается, быстро она небольшая, несмотря на то, что так вот она выглядит вполне себе объемно. Текст легко воспринимается. Меня удерживало в этом тексте то, как описывал здесь сценарий работы психолога. Я удивлялась, интересовалась, как Рагим Джафаров тонко понимает разные настройки в работе психотерапевта детского тем более. И именно поэтому я стала искать о нем какую-то информацию. Может быть, он по призванию писатель, но в то же время и учится где-нибудь, заканчивает магистратуру психотерапевта. Так я вышла на упомянутое интервью у Дмитрия Быкова в передаче, где вообще упоминается, правда, вскользь как-то, что вот эти эпизоды у психолога, которые занимают большую часть этой книги, которые играли, пожалуй, ключевую роль в том, чтобы меня в этой книге удерживать, и особый интерес и уважение у меня вызвали. Эти эпизоды были написаны в соавторстве с психотерапевтом, которому Рагим Джафаров задавал некие обстоятельства, предлагая чуть ли не скрипты написать, а как бы психолог повел беседу в таком-то ключе. Мы работали, сада была прям смоделирована, она не знала ни сюжета, ничего. Я ей говорил, пришел ребенок, говорит так-то, давай делать сессию. Она писала расшифровки сессии, то есть она с виртуальным выдуманным ребенком работала как с настоящей. Любопытная, конечно, отзывается та часть, где он пытается всковырнуть вот такую болячку семей российских. В каком-то смысле это можно породнить с Нарине Абгарян и ее Манюней, или, допустим, Павлом Санаевым «Похороните меня за плинтусом», потому что там тоже перерабатывается как-то вот эта вот поколенческая травма, семейная травма, постсоветская. Здесь в более мягкой форме это происходит. И мы имеем очень мощную поддержку психолога, мы как читатели в том числе, наблюдая за тем, что в семье происходит, мы можем интерпретацию психотерапевта увидеть и тоже на нее как-то, может быть, опереться. Ну, для меня это было интересно здесь. Но что-то оставалось такое в подходе Рагима Джафарова, что меня заставляло, ну, как-то сомневаться. Финал я вообще, финальную прям фразу я вообще не поняла. Даша отвела взгляд, и потом вовсе отвернулась, не в силах больше смотреть. Айрат нежно обняла ее, чувствуя, как от Дашиных слез мгновенно промокает его рубашка, но по-прежнему рассматривал картину с полубезумным блеском в глазах. Но ведь это не «посмотри на глаза», это не «да», подтвердила Даша. И вот эта финальная подмена, у меня тоже, это тоже была одна из причин, по которой я искала что-то про Рагима Джафарова, какие-то интерпретации финала, потому что я, ну, просто не поняла. И здесь два варианта, да. Либо автор не смог донести это четко, заставляя меня гадать, либо он хотел, чтобы я зависла в непонятках, в чем я сомневаюсь. Думаю, что ему кажется, что он все-таки четко вот этот намек дал, и он достаточно прозрачный. Либо я не догоняю автора, и где-то, может быть, пропустила важный намек, либо он не докрутил и не дал мне достаточно этих намеков. Я обсуждала с некоторыми читателями, которые тоже Сато недавно читали. Они дали мне свои версии финала. Сейчас спойлер, да, допустим, что Костя решил не жить, уступив место Сато. То есть Сато переместился куда-то еще. Возможно, в этого Айрата, который внезапно в конце появляется, и вот этот полубезумный блеск в его глазах, и то, как он обнимает психолога, может указывать на то, что Сато вот сюда прыгнул, в этого, допустим, Айрата. Версия такая, что Костя решил принести себя в жертву, потому что ему вот здесь жить было незачем. Возможно так. Но вот однозначно на это ничто здесь не указывает, по-моему. Короче, вот такой финал немножко остался зависшим, и мне не понравилось это зависание. Вот иногда мне нравится двусмысленность финала, потому что он позволяет мне так и так рассуждать. А здесь мне показалось, это немножко недокрученная история. Ну и в целом, пока я читала, я где-то балансировала между любопытством, таким уважительным любопытством к автору, и даже склонялась к симпатии. Когда я узнала, что те куски, которые меня особенно увлекли, писал вообще психолог, а все остальное, как раз то, что меня заставляло колебаться, ну, в общем, финальная моя оценка такая на три с плюсиком, да. Не уверена, что я сразу брошусь читать другие тексты Рагима Джафарова, но посмотрим. Сейчас он везде звучит, да, про него много говорят. Ну, как-то вот ладно, я познакомилась с каким-то громким именем в современной русской литературе. Продолжая разговор о современной русской литературе, покажу о культ трегера Алексея Сальникова, чуть более подробно о своих текущих впечатлениях от чтения я рассказывала во влоге с путешествием в Казахстан, который вышел на канале Книжная Сестрица. Возможно, некоторые из вас видели этот влог. Для тех, кто не видел, но заинтересуется, я оставлю ссылку на него в описании к этому ролику. Но пару слов скажу про о культ треге. Это как раз вот пример современной русской литературы, которая меня цепляет, которая мне симпатична, интересна. Ирония, остроумие, какая-то рефлексия над российской жизнью и культурой, тоже опять постсоветского такого пространства, которое здесь у Алексея Сальникова есть, мне близка, меня очаровывает, мне интересно, я удивляюсь, как так он умудряется все это делать. С другой стороны, я понимаю, почему он решает именно так все делать. Короче, мы вот как-то, я с ним оказываюсь на одной волне. А культ трегер это история, прикидывающаяся городским фэнтези, на картину жизни в небольшом уральском городке в 2019 году накладывается такая немножко эзотерическая или фэнтезийная интерпретация. Многие знакомые нам явления получают мистическую или такую духовную интерпретацию, с одной стороны игривую, а с другой стороны все метафоры, которые используют Сальников для того, чтобы описывать нашу реальность, они, мне кажется, довольно струнные и точные, описывают действительно психологию человека, психологию современного человека, как-то забавно подмечают структуру медиа, структуру современной какой-то реальности. Главная героиня здесь как раз оккультрегер. Это профессия, которую путают с ведьмами, но она не ведьма, это совершенно особый вид человека, который оказывается где-то в таком промежуточном состоянии между демоническими, херувимскими, потусторонними всяческими сущностями и людьми. Это человек, который отчасти живет человеческую жизнь, но в ней много необычного и много соприкосновения с потусторонним. Главную героиню зовут Прасковья, но каждые 4 месяца она меняет имя, паспорт, внешность и свою как будто бы историю. Она может оказаться в любом теле, это называется линька, и требуется для чего? Для того, чтобы она не задерживалась слишком долго в одной человеческой истории, в одной человеческой судьбе. Это мешает ее личной жизни. Она не может также иметь детей, но у нее есть гомункул, такой как будто внутренний ребенок вынесенный вовне, он живет вместе с ней и в нем как бы сосредоточен ее силы. Это ее друг одновременно и ее какая-то внутренняя фигура. Из-за того, что она не может с людьми дружить, она дружит с демонами, как-то общается с херувимами. И у всех этих персонажей, названия, которых нам известны из каких-то мистических или религиозных воззрений, у всех у них есть свои роли, которые похожи на роли в нашей реальной жизни. Мне очень нравится трактовка, потому что, допустим, демоны, они не какие-то ужасные дьявольские искушения, сатана и кровавые обряды. Они очень обаятельны и милые, и этого достаточно, чтобы в людях пробудить их собственные внутренние комплексы ужасности. Зависть, злость, досаду. Демоны настолько хороши, что в людях, у которых есть слабости, эти слабости просыпаются, и люди сами начинают, грубо говоря, копать себе яму, да, или точнее тратить свою жизнь на вещи, которые иллюзорные и на самом деле не стоят человеческой этой энергии. Люди начинают это делать из зависти, из неуверенности в себе. Они, ну да, по сути, смотрят в инстаграме на какую-то красивую девушку, у которой все хорошо дома, тип-топ, прекрасная жизнь, и начинают преследовать не свои истинные цели, перестают искать свое призвание или служить ему, а вот оказываются погружены в какую-то трясину преследования ложных целей. А хируевимы, с одной стороны, они делают какие-то благие дела, но с другой стороны, они по характеру очень неприятные личности бывают, в частности, потому что питаются они этанолом и сахаром. Тоже забавный такой элемент чисто российской такой реальности, особенно с учетом, что это маленький уральский городок. Мне нравится концепция, которую Русальников предлагает, чтобы описать вообще в целом деятельность оккультрегеров, ангелов и демонов. В этой книге мне нравилось движение от частного к целому. Сначала мы узнаем частные подробности жизни Прасковии. Вот какой-то небольшой эпизод, производственный роман про оккультрегера. Ее подругу оккультрегера убивают, к счастью, оккультрегера обладает свойством возрождаться, поэтому, когда их убивают, они просто лежат и ждут, когда их товарищи найдут и возродят. Это может занять много времени, может навсегда, вот так это оккультрегер скончаться, но, в принципе, это неприятная, трудоемкая, но обычная часть их профессиональной деятельности. Вот пропадает ее коллега и надо привезти Херувима, который ее возродит. Чтобы Херувима привезти, нужно ему какую-то услугу оказать. Вот они едут куда-то, где они разоблучают некую муть. Муть – это что-то ужасное, что-то демоническое, какое-то маньячество, какие-то ожившие городские легенды. Интересно сначала наблюдать вот этот производственный процесс, а потом узнавать, какая картина мира за ним лежит. Поэтому вот это как раз тот случай, когда может быть действительно спойлером. Но кого-то, наоборот, это может заинтересовать. И так, поэтому спойлер. Маленькие города постепенно охлаждаются, чахнут. И чтобы в них теплился огонек жизни, туда нужны постоянные вливания энергии. А культригеры работают над тем, чтобы эту энергию где-то добыть. А есть вот энергия жизни, ее называют здесь теплом, но есть энергия энтропии, это самая муть. И что делает окультригер? Он находит такую концентрацию вот этой мути, ее источник. Эту энергию подсвечивает с какой-то другой стороны. Это именно такая вот работа со смыслами, работа с медиа, работа с идеями. Он переосмысленную идею помещает в голову какого-то человека, а тот становится знаменитым. И чем более он становится знаменитым, тем больше энергии, тепла приходит к городу. Переводя на наш язык бытовой, они будут привлекать какие-то ресурсы в город, интерес к этому городу. Он будет жить до тех пор, пока в нем будет что-то интересное людям. То есть это одновременно и нашу реальность описывает. Маленькие угасающие деревни, городки, в которые есть такое даже выражение, мы вливаем новую кровь. Это здесь описывается вот в таком контексте. Неоднократно я слышала недовольные отзывы об этой книжке. То, что я замечала, чаще всего было связано с тем, что люди не любят вот этот флер маленьких чахнущих городков или какое-то пост-девяностовское такое ощущение на языке. Это совсем не то прекрасное время, в которое им хочется вернуться, и как будто бы здесь вот оно царит. Поэтому я думаю, что отношение к этому роману может быть очень сильно связано с эмоциональным фоном, который остался в воспоминаниях о времени девяностых-двухтысячных. Здесь не про 90-е, но вот это ощущение, оно такое ностальгичное немножко. Короче, Культ Риггер мне очень понравился. Это вторая книга Сальникова, которую я читаю. Она повысила кредит доверия к автору, так что я потихонечку буду присматриваться к другим его книгам и также думаю приобрести в домашнюю библиотеку Петровых в Гриппе. А еще на моей книжке есть автограф. Здесь написано «Небольшой автограф в небольшой книжке «Удача. 2023 год. Сальников». Эту книжку я купила ходил и там оставил свой автограф. Мне кажется, это такая прикольная практика. Я рада, что книга мне понравилась и она при этом у меня есть с автографом. Третья оранжевая книжка в моем обзоре это «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хеддена. Давно про эту книгу слышала хорошие отзывы, но никогда у меня не было желания прямо ее обязательно начать читать. Она мне случайно под руку подвернулась и я очень этим довольна знакомством. Я считаю, что это отличная книга, хорошо написанная, на интересную важную тему, интересно оформленная, легко читающаяся, увлекательная, несмотря на то, что тема непростая здесь, а читается она вот легко как-то. Ну вот хорошо, хорошая книжка. «Загадочное ночное убийство собаки» это история, рассказанная от лица 15-летнего мальчика, имеющего особенности аутистического спектра. Он такой высокофункциональный аутист, наверное, так это называется. Здесь таких слов не приводится, но из общего контекста очень быстро становится понятно, что мальчик необычный, что у него есть особенности, сложности в распознавании эмоций, у него только есть небольшой спектр, который он четко осознает, там, грустно, весело, злой, обиженный, там, в таком духе. Он очень тактильный, чувствительный, его нельзя трогать, даже родители его трогают, только определенным обусловленным образом они прикасаются, раз в топыренной пятерне, вот подушечками пальцев соприкасаются, и вот это единственный контакт, который мальчик воспринимает без криков и не пытается тебе врезать в ответ на такое прикосновение, потому что они договорились, что это значит, что родители тебя любят, и вот он согласен принимать от них вот такие знаки любви. Если слишком много информации вокруг, слишком много непонятного, нового, он начинает чувствовать себя, такой сильнейший дискомфорт, который выливается в стенание, он начинает там как-то подвывать, стенать, достанать, что тоже его делает таким человеком непростым в общении, в обращении и так далее. Но при этом он хорошо разбирается в математике, хотя он учится в специальной школе, где дети с особенностями самыми разными, он сдает экзамен в конце этой книжки на высокую математическую категорию, в системе образования английского. Действие происходит в Великобритании, в Англии, в каком-то небольшом городке. Некоторые люди путают это с детским детективом или вообще с детективом, потому что загадочное научное убийство собаки. Вначале мальчик обнаруживает действительно убитую собаку, собаку эту он знал, она была соседская, он к собакам вообще хорошо относится, потому что с ними понятнее все, чем с людьми. Он начинает расследование убийства этой собаки и оно его приводит к раскрытию множества сложных обстоятельств его семьи. Помимо того, что это возможность заглянуть в голову человеку с аутистическими особенностями, Марк Хэдден предпринял ее еще в 2003 году. Сейчас уже довольно много всякой литературы и даже сериалы. Есть такой сериал «Пэрнтхуд» «Родительство», где в том числе есть в семье ребенок-аутист и вот очень тоже эта тема интересно развивается. То есть за 20 лет эта тема стала гораздо больше, она стала более близка людям, понятно, как-то чаще встречаться даже в мейнстримовых вещах. Мне кажется, что тогда это был, может быть, один из таких пионеров в этой теме. И в этом смысле он кажется очень смелым и молодцом. И вообще он, оказывается, какое-то время работал с детьми, с аутистами, то есть он немножко знал их, да? Но иногда все-таки у меня возникало такое ощущение, что он примерно описывает свое видение того, как в голове у аутиста. И в этот момент мне хотелось как будто бы достоверности какой-то, мне хотелось опереться на эту книжку как на реальный информации, наверное, о людях с аутистическими особенностями. Это скорее такие наметки о том, какими они могут быть внутри, чтобы чуть-чуть нас приблизить к таким людям, к таким семьям. Помимо того, что мы заглядываем в голову этого мальчика, мы также очень правдиво, четко, больно, и как-то мне сочувствие очень много это вызывало, видим, как живет семья. Потому что здесь отец-одиночка воспитывает мальчика, и мы узнаем, что в какой-то момент матери было уже очень тяжело и невыносимо с ним иметь дело. Здесь возникает вопрос разных, во-первых, темпераментов родительских, что отец более сдержанный, и он способен, но вдумчиво, справедливо, ответственно ухаживать за этим ребенком со всеми особенностями, не имея никакой отдачи эмоционально, выдерживая его тяжелые какие-то стороны истерики или даже агрессию. А матери это было тяжелее, она была более эмоциональная, она могла на ребенка на этого накричать, она могла получить от него по ноге разделочной доской и он ей сломает пальцы, допустим, и при этом совершенно у меня не возникает мысли, что эта мать плохая. Потом мы узнаем еще о ней какие-то, про адюльтеры, какие-то новости, еще что-то. И все равно возникает ощущение сочувствия, потому что из того, что мы постепенно узнаем про жизнь этого мальчика, которого зовут Кристофер, мы понимаем, насколько тяжело должно быть родителям, тяжело именно в организации всей жизни со множеством, множеством всяких условностей, особенностей и так далее. И тяжело эмоционально, как тяжело им это время нести, и в то же время мы понимаем, что они находят для себя какие-то точки, где это все имеет смысл, не просто это какая-то обуза, ответственность, но и смыслы какие-то. Здесь можно наблюдать за тем, как разные стратегии взаимодействия с непростым ребенком могут по-разному выглядеть в разные периоды, потому что папа, сейчас какие-то пойдут может быть спойлеры, может быть читателям, которые собираются с этой книгой знакомиться, лучше самим постепенно все узнавать, вот так вот обозначу. Мы узнаем, что папа, который поначалу кажется таким цельным, скалой, он тоже человек, у него тоже есть противоречивые чувства внутри. И одна из его особенностей, это то, что он свои эмоции копит, 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 держит, 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 не называет, не показывает, а потом взрывается и может совершать настоящие глупости. И если про маму мы довольно быстро узнаем, что она вот такая женщина склонная к порывистым решениям, непростым, которые обществом часто осуждаются, то папа как будто бы условно такой хороший, но мы узнаем, что он не идеальный, не белый, пушистый. Также мы и про маму узнаем, что она не черная, плохая или какая-то неблагодарная, что у нее тоже есть свои... В общем, они справляются как могут, мне кажется, что очень важная история в этой книжке про необходимость сочувствия к себе и к другим, особенно вот в таких обстоятельствах тяжелых, где так просто не рассудишь, не рассудишь, вот это плохое, вот это хорошее, так можно, так нельзя. Здесь показано, насколько все сложно. Но также и какая-то надежда в этом есть, какой-то вот интерес, жизнерадостность, и то, что мальчик в конечном итоге не настолько социально беспомощный, а он способен и на какие-то самостоятельные движения, и также у него есть мечта стать математиком, уехать и жить одному, завести собаку, и мы вот в конце понимаем, что вот у этого ребенка есть такая надежда, вероятность, что он с этим справится, есть. Так что это и для родителей, которые таких детей воспитывают, и для людей, которые рядом с такими людьми и хотели бы лучше это больше понять, и просто для всего общества это важные штуки, потому что таких людей все больше становится в нашем обществе, они становятся все заметнее, и каждый человек тоже должен для себя как-то решать, как с этим иметь дело. И в конечном итоге, неважно, был этот ребенок с особенностями или нет, я думаю, что в каждой семье есть такие непростые ситуации, когда, ну, так просто не рассудишь, да, хорошо или плохо, плохо или хорошо. Здесь нет плохих и хороших. Здесь есть люди, которые делают лучше, на что они способны, которые могут совершать ошибки, могут их исправлять, попытаться их исправить и так далее. Люди, которые, на самом деле, очень человечно себя ведут, вообще все здесь. Интересно, что в 2003 году все общество английское, которое здесь описано, мало того, что родители, да, определенным образом себя с мальчиком ведут. Тут есть очень хорошо обученные педагоги, есть соседи, которые очень толерантно относятся, мягко и внимательно к этому мальчику, бережно. Есть полицейские, которые случайно встречаются ему на пути, там и сям, вот у него такое странное поведение, оно, конечно, вызывает во всех этих, и они тоже очень бережные. И есть, конечно, люди, которые невыносимы, эти особенности, и они тут тоже показаны, чтобы уж совсем такую картинку идеальную не делать. Но интересно, что уже в 2003 году английское общество было настолько просвещенным, в этом смысле, настолько принимающим такие особенности и таких людей. Ну, классно как-то, это тоже, мне кажется, какие-то, ну, гуманистические вещи поддерживают веру в людей и все такое. Вот, а еще эта книжка очень интересно оформлена, потому что здесь такие небольшие главы пронумерованы простыми числами, здесь рассказывается немножко про математику, потому что мальчик и увлекается, про то, что такие простые числа напоминаются. И это вроде как его дневник, и его книга, которую ему психолог сказала вести, записывать, чтобы, ну, справляться тоже со своими эмоциями и так далее. А вот здесь он приводит разные иллюстрации, какие-то картинки, схемы, фотографии. Это очень, ну, тоже так привлекательным делает текст. Мне нравятся такого рода вещи. В общем, прекрасное открытие. Теперь хочу, с одной стороны хочу, а с другой стороны побаиваюсь смотреть спектакли. Есть немало постановок по этой книжке. Также я посмотрела, какие есть отзывы на ютубе. Они, ничего такого, чтобы во мне вызывало адекватный отклик. Я не увидела, увидела странные вещи, с которыми я не то, что бы не согласна, но мне кажется, очень поверхностными и какими-то незрелыми. Книжный клуб посмотрела, в частности, стендаперов по этой книжке. Ну, ладно, здорово, что вообще она где-то есть в поле, потому что, ну, на самом деле, мало про нее информации. Следующая книга, про которую хочу рассказать, это Эйлин от Эссы Мошфек. Я читала у Эссы Мошфек «Мой год отдыха и релакса». Мне эта книга понравилась. Причем, вначале у меня были такие неоднозначные чувства. Сначала нравилось, потом немножко разочаровало, потом я про нее думала. И когда у меня такая мелькнула возможность заиметь эту книжку, я ее попросила себе в подарок, потому что я все-таки поняла, что мне ее не хватает в домашней библиотеке. И вот спустя год или два года, после того, как я с Эссой Мошфек познакомилась, я дозрела до того, чтобы взять ее второй роман, точнее, это первый роман, Эйлин. Это ее дебютный роман. В библиотеке взяла эту книжку. Мне кажется, это хорошая книга, но читать ее непросто. Там очень много, во-первых, сложных тем, во-вторых, много таких натуралистичных описаний, много таких эмоционально тяжелых каких-то тем. И мне кажется, что если человек не готов к тому, чтобы про какие-то тяжелые вещи говорить, либо его триггерит одна из тем, которые здесь затрагиваются, а здесь семейное насилие, начиная от эмоционального, заканчивая физическим и сексуальным. Какая-то общая безнадежность, безнадега, какой-то упадочный образ жизни. Детская преступность, а точнее, детская тюрьма, здесь описывается. Главная героиня в 50-е, 60-е годы, когда это было дело, живет в маленьком американском городке и работает надсмотрщицей в детском исправительном учреждении, в детской тюрьме, по сути. Главная героиня может показаться очень непривлекательной. Она все время внутри себя жалуется, она озлобленная, ей не нравится ее жизнь, она себя считает жертвой этих обстоятельств. Она ей и является, вообще-то, я считаю. Но она такая желчная, какая-то безрадостная, неадекватная, потому что внутри у нее одни мечты, а снаружи она себя предъявляет совершенно иначе. Она абсолютно не любит себя, свое тело, у нее проблемы с пищевым поведением, со здоровьем в целом. Ну, в общем, от тела своего она диссоциирована очень сильно. Она живет с отцом-алкоголиком, она от него зависима-созависима, она его, чтобы его бросить, ей нужно очень многое сделать. Очень долго к этому готовиться, это эмоционально тяжело, она настолько вовлечена в эту трясину, вот эта созависимость с родителем-алкоголиком здесь описана в таких подробностях каждодневных, сиюминутных, в каждом переживании, которое одно влечет за собой другое. Она сама тоже пристрастилась к алкоголю, они с отцом иногда прибухивают неплохо. Она рассказывает про свою мать, которая тоже не была, скажем так, образцом родительской опеки. Вообще, это все напоминает какого-то, у меня такое родилось сравнение, может быть, очень интуитивное, и может быть, оно больше говорит обо мне, чем о книге, но, в общем, для меня это что-то вроде Чарльза Диккенса, который бы родился женщиной в 20 веке. При всем том, что условия, в которых живет главная героиня, они совершенно ужасные, что-то в этом повествовании есть такое, ну, затягивающее в личное приключение. Хочется узнать, что дальше с этой героиней было, хочется продолжать ее историю слушать. Она рассказывает нам ее постфактум из 80-летнего или какого-то возраста уже почтенного. Она обещает нам, что главная героиня в какой-то момент в жизни стала счастливой. Она сбегает из дома в конце этого, об этом тоже известно нам с самого начала. Она все-таки избегает от этого отца, она сбегает от этого маленького серого города, просто пропитанного нищетой, болью, несправедливостью, человеческой ограниченностью. Она сбегает из него и начинает новую жизнь, но новая жизнь не начинается для нее по щелчку пальцев. Ей придется еще много-много набить себе шишек, очень много узнать о себе, очень много узнать о мире, о мужчинах, о любви, какие-то, конечно же, тяжелые отношения мелькают в ее рассказе, чтобы нам дать понять, что она пришла к какому-то уравновешенному, счастливому, благополучному существованию, которое сейчас ей нравится, через многие тернии. И мы видим только ее первый шаг. И он был тяжелым, он был непростым, но вот эта надежда, что человек из такой, настолько дисфункциональной семьи, из настолько чудовищных бытовых обстоятельств, из настолько тяжелой нелюбви к себе и болезненного, болезненных взаимоотношений с собой, со своим телом, может выбраться все-таки. А это как-то внушает надежду и оптимистично как-то так смотрится. В общем, вот. Мне нравится, как пишет Атесса Мошфик. Мне нравится ее мрачная ирония. Мне нравится общая, ну, какая-то вот конвай этого повествования. Кроме того, она поднимает какие-то важные вопросы социальные, психологические, какие-то темы серьезные здесь. Их много. И делает она это изящно. У этой книги очень невысокий рейтинг. Очень многих читателей отпугивает неприятная главная героиня, мерзкие подробности ее пищеварения, испражнения, ненависти к себе и вот как это выражает, там, бытовой какой-то чернухи. Но это все так правдиво с одной стороны, а с другой стороны как-то очень умно описано. Мне кажется, что Атесса Мошфик настоящий литературный талант. Я вообще не удивляюсь, что эта книжка стала каким-то бестселлером, сделала ее знаменитой Хемингуэевской какую-то награду, шорт-лист Букеровской премии. Я понимаю, почему она туда попала. Она одновременно легкая и чудовищная, эта книжка. И очень талантливо написанная. Короче, вот. Мне кажется, что это хорошая литература. Вот она при этом, да, она одновременно развлекательная, она увлекательная, развлекательная. Она как хорошо закрученный триллер или детектив, но в то же время это не триллер или детектив в смысле вот узко такого развлекательного жанра. Это прям литература. Очень рада, что познакомилась с этой книгой и даже уже начинаю подумывать и ее себе заиметь в библиотеку. Если у вас есть лишний экземпляр, прицелайте мне. Буду очень рада. Дальше парочку как раз жанровых вещиц расскажу, покажу. В той же библиотеке взяла Дженни Колган «Рождество на острове». Это совершенно предсказуемая, беззубая такая вроде бы вещица. Предсказуемая, как в фильме «Холлмарк». Но в то же время есть в ней что-то питательное для моей души. Я считаю, что Дженни Колган в жанре любовного романа, в жанре женского сентиментального романа хорошая представительница современной литературы. Современная книга издательская индустрия. Она их штампует, конечно. Здесь есть какие-то психологические особенности, которые требуют, может быть, дополнительной проработки или вызывают у меня вопросы и сомнения. Но если у меня новогоднее настроение середины лета, которое регулярно происходит, если мне хочется отключиться, переключиться, побыть в уютной обстановке, оказаться на этом маленьком шарландском островке, который мерцает в темноте среди холодного моря, рождественскими своими огоньками, я вот к Дженни Колган обращаюсь с какой-то благодарностью. Главные герои этой книжки встречались уже в романах «Летний ресторанчик на берегу». Я его читала. Где-то у меня есть даже про него отзыв. И «Берег счастливых встреч» это я не читала. «Рождество на острове» получается третье в неком даже цикле. Про шотландский остров Мур. Главная героиня Флора здесь беременна, но она боится сказать об этом своему бойфренду, своему возлюбленному, потому что у него очень непростой такой семейный анамнез. Они не планировали еще ребенка, это случайный залет. И вообще все связано с тем, что это был ребенок, переживший в детстве жестокое обращение в семье, который до сих пор еще в полной степени не исцелился, и он очень сложный в отношениях, и она не знает, как ему сказать, и мучается сама с этой беременностью. Вот такая тема. И вообще переживания беременности, какой-то начальный этап беременности здесь так описываются, они могут быть некоторым читательницам созвучны. Другая героиня влюблена безнадежно, страстно в красавчика, у которого есть жена, но она где-то пропала в войнах, в эмиграции, потому что он с большим трудом на этом шотландском островке оказался, ему удалось своих детей заполучить, но жена по-прежнему где-то пропадает, и неизвестно, появится она когда-нибудь или нет, и он как бы вот так тоже питает к ней симпатию, но остается верен жене, и вот между ними такое вот напряжение, с одной стороны, они вроде бы друг другу нравятся, она так вообще просто по нему сохнет, а с другой стороны есть невозможность этой встречи, и вот такое любовное томление здесь немножко есть. Потом она учительница, или даже директор, небольшой школы на этом острове, и там какая-то вот рутина разворачивается в связи с этим. Вопросы расы, отношения к мигрантам, то, что я в весне у Али Смит читала, замечала и обсуждала, вдруг здесь всплывает. Это настолько, видимо, актуальная тема, что вот она в литературе разных масштабов осмысляется. Миллионер здесь умирает от рака. Вот этот тяжелый процесс ухода человека и ухода за больным, и ухода за любимым, уходящим из жизни, здесь тоже описывается. Есть такая идея, что иногда раковые болезни могут каким-то образом сопутствовать глубокому чувству обиды неудовлетворенной. И тут выясняется, что вот именно у этого человека есть действительно такая обида, потому что он со своей семьей когда-то порвал, и вдруг появляется кто-то из этой семьи с желанием из него денег немножко выкачать, но что-то так поворачивается, какой-то шанс, всем дается второй шанс. Про это еще немножко. Ну, тоже вполне правдоподобная история, немножко с налетом такой идеализации, но в целом вполне правдоподобная. А, ну здесь, да, понятно, рождественская история, отсюда вот эта тема материнства, младенцев каких-то, идея семейного воссоединения, теплоты, идея преодоления всяких трудностей, и все-таки, да, вот этого теплого сборища за праздничным столом, и замечательные пейзажи, зимняя такая атмосфера на этом острове. короче, я уже много сказала, в общем-то, книжка такая развлекательная, но, видите, она меня побуждает на какие-то такие оды продолжительные. Буквально пару слов скажу про второй детектив из серии «Чисто шведские убийства». Про первый я рассказывала в прошлом выпуске о прочитанном. Здесь уже знакомый нам персонаж Петер Винстон, все еще находясь в отпуске в раю, так называлась первая книга, он быстро, очень через две недели после первой книги втягивается в следующее убийство. Вот в этом районе, куда он приехал отдыхать из Стокгольма по состоянию здоровья, в нем не совершалось убийств уже много десятилетий. А тут Петер приехал и два убийства в первой книжке, два, по-моему, во второй книжке тоже несколько убийств и какие-то вот тяжелые всякие преступления, членовредительства и грабежи. В общем, не приглашайте Петера в вашу местность. Книга называется «Опасная находка» и все закручено вокруг антикварного рынка, антикварной ярмарки, какой-то грандиозной находки, когда ты в куче хлама, вдруг специалист находит какую-то супер драгоценную вещь, кто-то об этом узнает, перебивает цену, начинаются какие-то попытки находку так или иначе к себе притянуть и вот кончается это гибелью одного из персонажей, которую и расследует Петер Винстон. Одновременно он немножко какие-то свои любовные дела решает, он со своей семьей общается, он живет все так же в этом идиллическом маленьком домике в саду, опять кошки здесь становятся поводом, чтобы наконец до него дошло, как разрешается это дело. Кошки и дочь это его главный вдохновитель, я поражаюсь, как он в Стокгольме умудряется все дела расследовать, потому что здесь на его умственную деятельность, на его когнитивные способности очень хорошо влияют соседские кошки, которые приходят сардин у него попросить. Короче, это такое предсказуемое приятное чтение, хуже гораздо переведенное, вот, видимо, переводчики разные у первого и второго тома, они одинаково оформлены, но переведены, а второй существенно хуже переведен, чем первый, там много маленьких косяков, которые меня постоянно раздражали, но потом я уже просто смирилась с мыслью, что второй перевод сделан не так бережно и качественно, как первый, хотя к первому у меня уже были какие-то претензии, вот так припоминаю, но во втором там было вообще прям, вот, но, тем не менее, прочитала я с удовольствием, я отдыхала с этим, и спасибо мифу за то, что эту книжку выпустили. И буквально пару слов скажу про детскую книжку, которая в этот пул прочитанном попадает, Сабина Штединг, Петранелла и Злой Пекарь. Мы с моим восьмилетним сыном продолжаем знакомиться со серией книг про Петранеллу. И здесь Злой Пекарь, который поначалу уже появлялся в этой серии, пытается перекупить старую мельницу, на которой слишком уж хорошо дела идут у его бывшего сотрудника, господина Брецеля. Мы с ним собственно знакомы, потому что Петранелла, яблоневая ведьма, живет в его саду и дружит с его детьми, близнецами Линой и Луисом. Ну и задача главных героев здесь как-то отвадить этого злого пекаря, спасти яблоневый сад, спасти мельницу, чтобы дальше семья Брецеля на ней могла счастливо жить в дружбе с Петранеллой. Чем больше мы читаем Петранеллу, тем больше я понимаю, что это хорошая серия, которую можно рекомендовать. Она, с одной стороны, не является какой-то блестящей классикой, я вот не знаю, чего ей не хватает, я даже не знаю, чего ей не хватает, может, она и станет какой-нибудь блестящей классикой, но мне кажется, что это просто хорошая, крепкая детская серия, добрая, такая немножко деревенская, в ней много уюта, много маленьких таких приключенец волшебных, есть какая-то вполне здоровая мораль, тут со злодеями обращаются не очень жестоко, но в то же время дают им отпор, и мотивы злодеев понятные. Если вдруг вы со своим ребенком ищите какую-нибудь книжечку почитать, Петранеллу, Сабины Штединг, вполне могу смело рекомендовать. На этом закончу на сегодня, спасибо, что провели время со мной, если вы читали какие-то из упомянутых книг, я буду очень рада в комментариях получить немножко ваших впечатлений об этих произведениях, рассказывайте, что хорошего вы читали в последнее время, может, я что-нибудь подцеплю от вас интересное, встретимся в разделе комментариев и в следующем видео. Спасибо, что провели время со мной, пока, с вами была Ира, на канале оставайтесь в креслах.